В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина Исляева и сегодня у нас в гостях Марина Кащеева, начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани. Здравствуйте! Добрый день! Марина Владимировна, мы сегодня поговорим о городском турнире по хоккею в валенках. Он проводится в этом году у нас уже в третий раз. Вообще, как появилась идея возродить вот этот необычный вид спорта? Действительно, вы правильно сказали, возродить. К нам в управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани обратились общественники с инициативой привести действительно хоккей в валенках. Эти ребята представляют региональное отделение официального фан-клуба «Спартак Москва» и играют не только в футбол, но и в хоккей. И с прекрасными воспоминаниями такими с детства, когда они во дворе, именно в валенках, гоняли в хоккей. Но сейчас у нас сколько команд? Мы решили поддержать эту инициативу. И вот уже 20-го числа состоится третий турнир. И на сегодняшний день заявился уже один из команд. Можем сообщить о том, что есть одно вакантное место, кто успеет, может еще дозаявиться. Куда обращаться к команде еще одной, если вдруг люди захотят играть? Да, у нас есть главный судья Эдуард. Это 8-920-564-95-88. То есть до какого числа? Желательно сегодня, потому что место уже одно осталось. А в принципе до субботы, до 18-го числа можно заявиться. Ну, команды эти, они как по разным районам города или это какие-то профессиональные команды? Это любители. И там, где есть действительно инициативная группа любителей, играют во дворах, играют где-то на открытых водоемах. Вот, понятно. Команды есть у нас из Ласково. Понятно, что ребята в основном тренируются на озере. Есть команда из Дягилева, есть команда из Никуличи. Из Никуличи у нас даже этот микрорайон представлен двумя командами традиционно. Очень удачно они выступают. В прошлом году они заняли первое место. Вот я сейчас предлагаю посмотреть небольшой кусочек игры. Я знаю, что год, два года назад этот турнир прошел довольно успешно. Что там, Лёш? Да. ГОЛОСА Соревнуются профессиональные спортсмены или это только любители? Нет, это в основном любители, потому что для профессиональных спортсменов интересен, наверное, все-таки большой хоккей. Но, однако, мы стараемся привлечь к здоровому образу жизни, к оздоровлению жителей нашего города в различных спортивных массовых мероприятиях. Это одно из них. То есть это неофициальные соревнования, потому что в реестре спортивных дисциплин у нас нет такого вида спорта, хоккей и валенках. Мы проводим данные соревнования по времени, это три тайма по пять минут, восемь команд из двенадцати выходят в плей-офф, играют сначала четвертьфинал, потом полуфинал, игра за третье место и финал. Но все-таки правила для них немножечко попроще, чем в профессиональном хоккее. Ну да, не по времени так. Ну и самое главное ограничение, да, это должна быть игра корректная, какие силовые там приемы не допускаются. И самое основное требование быть в валенках. Но в валенках, наверное, самое сложное – это просто стоять на льду. Да, действительно, потому что тот, кто не тренировался, испытывает сильные трудности от того, что в них очень скользко. И нельзя там на носок опереться как-то, да, на лезвие конька. Нужно устойчивым быть и, в принципе, сама игра получается очень азартная и очень интересная. Все-таки нужна какая-то тренировка. Да, да, ребята, конечно, тренируются каждый на своей дворовой площадке, как я уже говорила, или на открытых ледовых. А валенки какие-то особенные нужны или можно вот любые надевать и идти играть? Ну, можно любые, конечно, одеть, да, но уже как бы с опытом участники у нас стараются где-то с резиновым покрытием подошвы одеть. Но мы за это не наказываем. Каждый выбирает себе любые валенки, которые ему удобны. Некоторые выбирают длинные валенки по колену, кто-то покороче. Но самое главное, чтобы это был войлок. Соревнование – это еще большой праздник для всех рязанцев. В этом году какие сюрпризы для зрителей вы подготовили? Да, нам чем понравилось еще мероприятие, что принимают участие не только члены команд, но и принимают члены семей. Это приходят с семьями, с детьми, с женами, с сестрами. Даже бабушки с дедушками очень активно принимают участие, как болельщики. И чтобы им не мерзнуть и найти себе занятия по душе, проводятся различные конкурсы. Это эстафеты, уже любимая для всех наших рязанцев метание валенкой, ходьба на валенках и на тюбах. Конкурс дизайнерского валенка может каждая женщина проявить себя, показав, насколько она любит ручное искусство. И порадовать своих мужчин и всех зрителей. Ну и надеемся, что, не надеемся, а точно подготовлены на все конкурсы и на тот же хоккей, призы поощрительные, медали, кубки, подарки. А на какой площадке пройдут соревнования? Соревнования пройдут на Лыбинском бульваре, на хоккейной коробке, рядом с почтампом, с почтовой улицей. Полюбившиеся хоккейные коробки. В прошлом году по инициативе администрации эта коробка была поставлена, и на ней очень удачно в прошлом году проходил хоккейный турнир. И вот в этом году мы решили поменять место проведения мероприятия, потому что в прошлом году это было на Московском. Первый турнир у нас прошел на базе Дворца детского творчества. В этом году попробуем на Лыбинском бульваре. Все-таки, наверное, больше рязанцев придут поболеть. Мы надеемся, да, приглашаем всех рязанцев принять участие, или заявиться в качестве команды, или прийти с детьми поучаствовать в конкурсах. Ждем 20-го числа в 11 часов начало. А призы какие приготовили для болельщиков и для команды? Они спортивные, это и мелкие, да, небольшие сувениры, и в том числе подарки с спортивной тематикой. Спасибо большое. Я напомню, что в гостях программы «Городские встречи» была Марина Кощеева, начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин